Варлам Шаламов. Воскрешение Лиственницы. Мы суеверны. Мы требуем чуда. Мы придумываем в себе символы и этим символом живем. Человек на Дальнем Севере ищет выхода своей чувствительности, не разрушенной, не отравленной десятилетиями жизни на Колыме. Человек посылает авиапочтой посылку. Ни книги, ни фотографии, ни стихи, а ветку Лиственницы, мертвую ветку живой природы. Этот странный подарок, иссушенную, продутую ветрами самолетов, мятую, изломанную в почтовом вагоне, светло-коричневую, жесткую, костистую северную ветку северного дерева ставят в воду. Ставят консервную банку, налитую злой, хрорированной, обеззараженной московской водопроводной водой. Водой, которая сама может и рада засушить все живое. Московская, мертвая, водопроводная вода. Лиственницы серьезнее цветов. В этой комнате много цветов, ярких цветов. Здесь ставят букеты черемухи, букеты сирени, горячую воду, расщепляя ветки и окуная их в кипяток. Лиственница стоит в холодной воде, чуть согретой. Лиственница жила ближе к черной речке, чем все эти цветы, все эти ветки черемухи, сирени. Это понимает хозяйка, понимает это и лиственница. По вину и страстной человеческой воли, ветка собирает все силы, физические и духовные, ибо нельзя ветке воскреснуть только от физических сил, московского тепла, хлорированной воды, равнодушной стеклянной банки. Ветки разбужены иные, тайные силы. Проходят три дня и три ночи, и хозяйка просыпается от странного, смутного, скипидарного запаха, слабого, тонкого, нового запаха. В жесткой деревянной коже открылись и выступили явственно на свет новые, молодые, живые, ярко-зеленые иглы свежей хвои. Лиственница жива, лиственница бессмертна. Это чудо воскрешения не может не быть, ведь лиственница поставлена в банку с водой в годощину смерти на колыме мужа-хозяйки, поэта. Даже эта память о мертвом тоже участвует в оживлении, воскрешении лиственницы. Этот нежный запах, эта ослепительная зелень, важные начала жизни, слабые, но живущие, воскрешенные какой-то тайной духовной силой, скрытые лиственницы и показавшиеся на свет. Запах лиственницы был слабым, но ясным, и никакая сила в мире не заглушила бы этот запах, не потушила этот зеленый свет и цвет. Сколько лет, исковерканная ветрами, морозами, вертящаяся вслед за солнцем, лиственница каждую весну протягивала в небо молодую зеленую хвою. Сколько лет? Сто, двести, шестьсот. Зрелость даурской лиственницы триста лет. Триста лет! Лиственница, чья ветка, веточка, дышала на московском столе, ровесница Наталья Шереметьева-Долгоруковой и может напомнить о ее горестной судьбе, о превратностях жизни, о верности и твердости, о душевной стойкости, о муках физических, нравственных, ничем не отличающихся от мук 37-го года, с бешеной северной природой, ненавидящей человека, смертельной опасностью весеннего половодия и зимних метелей, с доносами, грубым произволом начальников, смертями, четвертованием, колесованием мужа, брата, сына, отца, доносивших друг на друга, предавших друг друга. Чем неизвечный русский сюжет? После риторики моралиста Толстого и бешеной проповеди Достоевского были войны, революции, Хиросима и концлагеря, доносы, расстрелы. Лиственница сместила масштабы времени, пристыдила человеческую память, напомнила незабываемое. Лиственница, которая видела смерть Натальи Долгоруковой и видела миллионы трупов, бессмертных, вечной мерзлоте Колымы, видевшая смерть русского поэта, Лиственница живет где-то на севере, чтобы видеть, чтобы кричать, что ничего не изменилось России, ни судьбы, ни человеческая злоба, ни равнодушия. Наталья Шереметьева все рассказала, все записала с грустной своей силой и верой. Лиственница, ветка, которая жила на московском столе, уже жила, когда Шереметьева ехала в свой скорбный путь березов, такой похожий на путь Магадан, за Охотское море. Лиственница источала, именно источала запах, как сок, запах переходил в свет, и не было между ними границы. Лиственница в московской квартире дышала, чтобы напомнить людям их человеческий долг, чтобы люди не забыли миллионы трупов, людей, погибших на Колыме. Слабый, настойчивый запах, это был голос мертвых. От имени этих мертвецов Лиственница и осмеливалась дышать, говорить и жить. Для воскрешения нужна сила и вера. Сунуть ветку в воду — это далеко не все. Я тоже ставил ветку Лиственницы в банку с водой. Ветка засохла, стала безжизненной, хрупкой, ломкой. Жизнь ушла из нее. Ветка ушла в небытие. Исчезла, не воскресла, но Лиственница в квартире поэта ожила в банке с водой. Да, есть ветки сирени, черемухи, есть романсы сердечипательные. Лиственница — не предмет, не тема для романцев. Лиственница — дерево очень серьезное. Это дерево познания добра и зла. Ни яблоня, ни березка. Дерево, стоящее в райском саду до изгнания Адама и Евы из рая. Лиственница — дерево колымы, дерево концлагерей. На колыме не поют птицы. Цветы колымы яркие, торопливые, грубые, не имеют запаха. Короткое лето, в холодном, безжизненном воздухе, сухая жара и стынущий холод ночью. На колыме пахнет только горный шиповник, рубиновые цветы. Не пахнет ни розовый, грубо вылепленный ландыш, ни огромный скулак фиалки, ни худосочный можжевельник, ни вечнозеленый сланник. И только лиственница наполняет леса смутным своим скипидарным запахом. Сначала кажется, что это запах тления, запах мертвецов. Но приглядишься, вдохнешь этот запах поглубже и поймешь, что это запах жизни, запах сопротивления северу, запах победы. К тому же мертвецы на колыме не пахнут. Они слишком истощены, обескровлены, да и хранятся в вечной мерзлоте. Нет. Лиственница дерева непригодна для романцев. Об этой ветке не споешь, не сложишь романс. Здесь слово другой глубины, иной пласт человеческих чувств. Человек посылает авиапочтой ветку колымскую. Хотел напомнить не о себе, не память о нем, но память о тех миллионах убитых, замученных, которые сложены в братские могилы к северу от Магадана. Помочь другим запомнить, снять со своей души этот тяжелый груз, видеть такое, найти мужество не рассказать, но запомнить. Человек и его жена удочерили девочку, заключенную девочку, умершей в больнице матери. Хоть в своем личном смысле взять на себя какую-то обязанность, выполнить какой-то личный долг. Помочь товарищам, тем, кто остался в живых после канцлагерей Дальнего Севера, послать эту жесткую, гибкую ветку в Москву. Посылая ветку, человек не понимал, не знал, не думал, что ветку в Москве оживят, что она воскресшая, запахнет колымой, зацветет на московской улице, что лиственница докажет свою силу, свое бессмертие. 600 лет жизни лиственницы — это практическое бессмертие человека, что люди Москвы будут трогать руками эту шуршавую, неприхотливую жесткую ветку, будут глядеть на ее ослепительную зеленую хвою, ее возрождение, воскрешение, будут дыхать ее запах не как память о прошлом, но как живую жизнь.